Ну что же, ребят, всем доброго времени суток. Мы решили взять интервью у игрока команды FATE Cyberfocus'а. Это интервью будет первым из цикла будущие звезды СНГ-сцены. Ну, это по моему мнению, естественно. Но я считаю, что те, кого я собираюсь брать интервью, реально могут вырасти до уровня современных команд Na'Vi и Astana Dragons. Ну что же, сегодня мы берем у снайпера команды FATE интервью. Лучше, Cyberfocus, расскажи о себе, имя, фамилию нам свою назови, сколько тебе лет, где ты живешь и где учишься. Всем привет, меня зовут Диоргыч Рома, мне 18 лет, играю под ником Cyberfocus. Живу в городе Пинске, Белоруссии, учусь там же, в колледже, техник, механик, специальность. Как у тебя сейчас в учебе продвигаются дела? Нормально? Не мешает КС? Или наоборот, нормально? Все отлично. Получается у тебя совмещать, да? Да, да, да. Отлично. Расскажи нам, как давно ты начал вообще играть в КС? Я так понимаю, ты с 1.6 перешел, да? Мы с тобой поговорили в интервью. Расскажи нам вот об этих первых годах, как ты начал профессионально заниматься? Не, ну вообще... О вашей рубке белорусской. Первый раз вообще зашел в 7 лет, в 1.5 где-то даже. Да, 1.5. Папа заставил зайти все-таки в этот КС после гонок моих, которые я передвигал. Ну а так, кто начал где-то 4 года назад, вдруг скинул по сетке у нас в городе 1.6, ну и начал играть, там тоже турниры были. Правда, был большой пинг, но все равно у нас была куча народу, весело все было. Как-то так. Вот, а когда ты уже начал, так? Серьезно играть где-то? Команды попадать, да. 3 года назад где-то на Лану там начал ездить. На Лану в Минске? Или у вас тоже в Минске приходилось? В Минске и в Бресте тогда Ланы проходили. Ездил туда и туда, мне туда и туда было близко ездить. В команды попал какие-то? Ну, вначале сам создавал, там старался что-то додиться. Из своих или вы чисто в интернете? То есть у вас клубные команды были или вы уже в интернете делали? Нет, мы в интернете все собирали. Я собирал и пробовали там. То есть ты уже из вот этой интернет-культуры больше. То есть клубная прошла. Да, да. Клубная прошла. Ну и вот, в каких-то командах ты успел побывать в 1.6? Таких известных. Известных? Ну, если только белорусы их знают. Скажи, скажи, белорусы же будут смотреть. Life is Game, это мне больше всего запомнилась команда, потому что была очень большая спонсорская поддержка. Ну, там, у нас с Америки спонсор был. Он нам помогал вообще. Даже плачевал полностью в поездке и все дела. О, как? Это не у всех российских команд бывало. Да, то есть было вообще круто на тот момент. Ну, мы занимали тогда топ-4, где-то топ-5. Это вот чисто на ваших белорусских турнирах, да? Да, мы тогда тренировались с Life is Game. Ну, если я просто помню последний лан только, который мы в Life is Game играли. Когда мы приехали, попали на К-29 и выиграли 16-0. Все просто в шоке в начале были. Вот, и... Ну, мы все-таки это все на занятии четвертой, мы уже проиграли другим, но было... А вот скажи, освежи нам память по поводу белорусского топа. Какие команды у вас были известные, которые вам должны вспомнить наши завсегдаты? В 1.6 мне очень нравилась СНТ. Ну, команды СНТ, К-29, 97 Club. Все такие вот самые известные команды. И вот это были команды, которые существовали все три года, да, до CSGO? Да. И вот они рубились друг с другом, да? Да-да-да. Ну, вот, собственно, у вас сцена... Эта сцена, значит, была у вас отлично. Да-да-да. И как, перешли многие в CSGO из этих? В начале CSGO все, короче, отвергли. В 1.6 все хотели играть в начале. Даже сейчас у нас регаются на 1.6 команд столько же, сколько на CSGO. Ну, потому что все любят эту иглу. Ну, в CSGO тоже перешли. Но если считать те, кто был в топе в 1.6, то мало кто перешел профессионально в Гоу играть. То есть, вот прям, чтобы клуб перешел и начал играть в CSGO, такого не было еще, да, в Беларуси? А, играют до сих пор в 1.6 на турнирах? Вот эти команды, вот эти топы? Ну, играют не так серьезно, но играют. А, в 1.6 еще вот в последние времена N38-26F. Тоже хорошая команда. Она и сейчас вот играет на чемпах в 1.6 на лане. То есть 1.6 живет в вас, живет и спокойно развивается, да, потихоньку. Скажи, а ты снайпером еще со времен 1.6 был? Снайпером я хотел быть, но мне не давали его. Не давали эту роль? Ну, как говорили, бери М-ку и все, вопрос закрыт. А по какой причине у тебя лучше получалось в 1.6 с М-кой? В 1.6, ну, как сказать, у нас просто капитан был, он играл в СВП тогда. Ну, то есть был человек, который эту нишу уже занял. Ну, я уже как-то не спорил, играл. А потом уже в СВП плотно начал в CSGO играть. Скажи, как тебе вообще самому CSGO? Вот ты сказал, что у вас к комьюнити плохо отнеслось. Как ты сам отнесся, когда вот появилась бета, когда вышла уже игра в продажу официальную? Ну, я один из первых тоже ее купил. Эту игру решил посмотреть, что, как, почему. Вначале я посмотрел, мне она вообще не понравилась, потому что было мало FPS. И было такое все неудобно. Это было так все вообще не понравилось. Но потом, как прошло пару апдейтов, я уже начал так вроде нормально игра. Хотя многие говорили, да ты что, во что ты играешь? Чуть не до такого не доходил. Ну, так. Потом в целом все, люди начали играть. Обновил себе компьютер, и все. Да, вот обновить компьютер тебе пришлось, да, ради CSGO? Да. Ну, это, блин, это всему комьюнити приходится. Выкачивают из нас деньги, конечно. Жестко. Вот даже мы, даже мы, сорсеры, у нас были компы такие, Core 2.2. И тоже надо было обновлять до этой гребаной Айс-серии. Потому что на Core 2.2 там сколько? 60 FPS. 60 FPS было в CSGO. Хотя движок-то один и тот же. Движок один и тот же, а в FPS в 2 раза или в 3 раза меньше. Вот. Так, ну что, расскажи нам о киберспортивной истории твоей в CSGO уже, собственно. Я так, ты мне сказал, что в К-29 тебя даже брали ради Starladder. Вот, расскажи об этом периоде своей игры. Вначале играл за команду Not Bad Белорусскую. Долгое время тоже тренировались. Приехали на LAN, который был там. Там вроде четвертое место заняли. А в LAN где был у вас по CSGO? В Минске был. В Минске, угу. Вот. Короче, заняли четвертое, расстроились немного. Потом, после этого, ладно, меня позвали в К-29. Согласился. Начали тоже тренироваться, более-менее. А там был состав из каких людей в К-29? Яхит, Маус, Акас, Пас и... Ну, эти ребята откуда, собственно? Ну, они все 1,6-еры, да? Да, все 1,6. И они вот уже перешли. А с каких они примерно? А, и Роман, Роман пятый был. С какого топа они примерно в 1,6? 1,6? Да. Да топ-1, топ-2 они меньше. То есть, перешли игроки, да? Все-таки. Ну да, все. Многие. Вот. Выиска-29 на Starlighter играли, я так понимаю, да? Да. Ну, вышли в финал. Проиграли BGD Online в финале. Аматорку, да? Прошли Аматорку, потом в Pro-serie играли, да? Да, в Pro-serie там вроде со второй групповых валить. Я уже не помню. И вот после этого ты в фейс попадаешь, в файт. Ну, после этого мы еще играли там долгое время. Потом я ушел с К-29. Вот меня вообще случайно, People говорит, мы кикнули одного. Я говорю, ну, бери меня, если бери. А вы с People, собственно, общались на Сизгеле, да, как ты сказал? Ну да, на Сизгеле так случайно вообще получилось, что он говорит, ну, давай, поиграем, посмотрим, что как. Я говорю, ну, хорошо, поиграли. Вот, до чего дошли. То есть ты уже снайпером был, собственно, в этой. Да. Я К-29 играл снайпером и Пай тоже. Ага, ну, то есть уже все, в CSGO ты полностью эту роль на себя взял, да? Да. Вот. Ну, собственно, мы-то, я и забыл сказать, мы, собственно, решили взять с Cyberfocus интервью из-за того, что они прошли национальные финалы ЕМСа, СНГшные, вот, со второго места на второй квалификации будут с Na'Vi бороться, с Divine и СССР в национальных финалах. Итак, фокус, расскажи нам, вот, как у тебя вообще мысли по поводу нацфиналов, что вы ожидаете от себя, кого вы боитесь, кого вы боитесь, кого вы уверены, что можете обыграть, твой топ-4 еще кто пройдет на следующий, дальше. Вот, я думаю, вы примерно пытаетесь разбираться в своих будущих соперниках, примерно догадываетесь, кто остальные четыре места может занять. Вот, и что думаешь вообще в будущем будете с этой командой делать, долго ли ты с ними еще хочешь играть, что вы думаете о следующем сезоне StarLadder? Давай, расскажи нам про ЕМС сначала. Ну, на ЕМС команда Na'Vi фаворит. Ну, два места же. Два места же дается на глобальном фаворит. Ну, второе место может занять вообще любой, я думаю. Как ему, как выиграть, у кого будет, как пойдет, все. Вот об этом мне многие говорят, что вот есть вот этот топ-2, даже топ-3, наверное, есть. А, ну, Киршнет же развалились, да, теперь топ-2. Есть топ-2 СНГ, это Na'Vi с Astana Dragons. И остальные все могут в любой момент занять топ-3, топ-4, и это зависит от многих факторов. Где-то 8 команд таких, которые рубятся друг с другом. Могут рубиться друг с другом на одном уровне. А при этом Na'Vi и Astana практически невозможно выиграть. Это да. Вот скажи, кто еще четыре команды, которые могут добрать слоты, оставшиеся на этом санале. Добрать слоты, это, я думаю, в первую очередь те, которых мы выиграли. Ну, я вообще не ожидал, что так пойдет у нас на Мираже против Asus. Я думаю, они возьмут слот, потом возьмут, скорее всего, Rush 3D, Junior, эти. Которые... Ну, они сейчас BSE вроде подписывают. Вот, BSE, да, у меня в штате. И еще там две команды, не знаю, кто там зарегистрируется. Ну, может быть, если из наших кто-нибудь белорусам зарегистрируется, тоже могут побороться за слоты. Ну, то есть реально очень большое количество, которые... Land Dodgers тоже могут взять слоты. Land Dodgers, украинцы, да. А насчет ТОСов, что думаешь? ТОСы тоже очень сильные команды. Которые вон с ЮСССРами сверху. Да, 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 да. Тоже могут спокойно пройти. Все там тоже суперстреляют. И, то есть, вот, они будут 7 команд рубиться за второй слот, и вообще нельзя предугадать, кто выиграет, да? Ну, да. Второй слот не знаю, кто даже может взять. Ну, это приятно, на самом деле, что есть такое количество команд, которые друг с другом рубятся. Не на шутку. При этом-то нельзя сказать, что уровень сильно отличается от Na'Vi со стороны Dragons. Больше, я думаю, моральное какое-то давление идет со стороны этих команд, что их обыграть никто не может, что тяжело. Ну, просто, блин, ребятам там на LAN ездят, в США ездят, на DreamHack катаются. То есть, вот, ты вступаешь играть с Na'Vi, и ты уже думаешь, что ты проиграл. У большинства людей у нас. Ну, нет, у меня такого нету, просто, что... Ну, у них и класс, и у них команды именно долго держатся. У нас же болезнь самая главная, что составы существуют по два месяца. Будь у нас команды, которые по полгода бы жили, там, возможно, и была борьба с Na'Vi. Так, ну что ж, расскажи о планах на StarLadder. Вы, у вас слот, я так понимаю, слота в Pro-Series нет? У нас слота в Pro-Series нет, будем брать, я думаю, Аматорку. А может быть, отборочные еще будут, да, на Pro-Series? Может быть, я не знаю, ну, если Pro-Series будет, но я думаю, будем играть. Ну, будем стараться, хотя бы выиграть Аматорку, там, Pro-Series. Ну, вообще, в Star пройти, если получится, конечно. Как тебе вообще система StarLadder нормальная? Вот именно от того, что можно расти до Star-Series? Да, система нравится, все хорошо. Вы команды чувствуете? Единственное, что, к чему я бы сказал нет, ну, то есть, придрался, это тому, как выбирают сервера, когда ты играешь важные игры. У тебя, грубо говоря, нет выбора, ну, как бы, плохо. Ну, то есть, вот, например, тебе неудобно с москвичами играть на московском, да? Не, ну, я уже, ладно, там, у меня одного пинг 70-80, я привыкший, но когда у нас, вот, мы играли, как, 29, у нас у всех пинг по 80, а у людей по 5 пинг. Да, с москвичами это жесть играть. И админы говорят, ну, у нас только один сервер, ну, ничего, хотите, ищите там, что хотите сделать. Ну, вообще, это большая проблема. Так-то сервера есть, я так понимаю, киевские есть, и то я мало о них знаю. Есть киевские и московские. А остальные, если есть, то это, там, уральские и сибирские. А так, прям, вот, минских, по-моему, нету, да, серверов? Минских нету сейчас. Угу, минских хостингов нету. 1 на 6 были как-то, но там все равно не то. А твои тиммейты старые, они были в старой серии? Или это уже совершенно другие люди? А кто? Ну, вот, Fade. Да, были и вылетели, да. Я понял. Ну, может, и на мошните, благодаря ЕМСу себе про серию, я думаю, трезво на это будут смотреть админы, админы StarLadder. Часто я такое видел, что по результатам по-другим. Именно в про серию. В про серию так можно пойти. Ну, пробуем, возможно. Либо отборы будут какие-то перекрестные. Ну, ладно, расскажи, как ты думаешь, вот этот, как ты думаешь вообще будет развиваться в CSGO? Что думаешь о последних шагах Valve в сторону развития именно комьюнити киберспортивного, а не просто игры, как казуальные игры, а именно киберспортивные? И как ты видишь свою команду или себя в будущем в этом? Ну, думаю, что Valve дала хороший толчок финансово к CSGO. Ну, игра сама быстро прогрессирует. Вот, если ничего лучше в CSGO не выйдет, то, я думаю, CSGO уже будет долго жить. А что касается команды, то посмотрим, время покажет, пока играем на максимум. У вас нормальная атмосфера в команде, да? Никто не ругается так, чтобы... Вот я слышал, что очень большие проблемы бывают, что именно люди общий язык найти не могут. Соры у нас очень большие, ну, как бы бывают общие. Бывает, что до такого доходит, что уже не знаю, что и говорить. То есть, как бы, в команде такое есть у нас. Ну... Мы стараемся это как-то убирать. А капитан у вас есть такой именно моральный человек, который вас успокаивает? People – капитан, да, всегда нас успокаивает. Ну, вот, это хорошо. Если такой человек есть, знаете, шансы на то, что продержите их есть. Вот. Скажи, как думаешь, достигнем ли мы тех результатов, которые в 1.6 были? И чего сейчас не хватает, собственно, CSGO для того, чтобы там на трансляции по CSGO приходило по 50 тысяч человек стабильно? Или на турниры, чтобы регулось по 100-200 команд? С каждым турниром все больше и больше людей смотрят в CSGO. Ну, это так. Смотреть статистику, каждый день все больше и больше людей играет в CSGO, чем в 1.6. То есть, я думаю, единственная проблема в том, что это компьютеры, которые стоят у людей, которые не могут позволить CSGO купить. Играет просто в 1.6, и им больше нравится играть в 1.6. Ну, да, не позволяет железо, да. А что там, сколько сейчас, наверное, 30-ку, да, где-то 30-ку, 20-ку надо потратить на комп. Ну, и что, ради... Если вот человеку не нужен комп новый, да, он играет себе, поигрывает. Вот, там, я так понимаю, на Core 2 Duo, которые не приспособлены, на них сейчас все современные игры идут. То есть, ты себе любую игру купи, она у тебя пойдет, никакая обнова не нужна. То есть, нужно обновлять комп чисто для того, чтобы играть в CSGO. Но не каждый на это осмелится. Вот. Ну что, расскажи, есть ли у тебя какие-то планы на тот момент, когда ты в CS забьешь? Как-то, может, с твоей профессией что-то связано, собираешься ли ты в Белоруссии что-то делать дальше, после того, как закончишь? Ну, пока касательно будущего, там, капец как, ничего не планирую. Живу сегодняшний день, ну, днем. Но я не прочь остаться в кибершпорте, если будет возможность. То есть, там, либо писать, либо комментировать, да? Да, да, да. Хочешь заманчиво после Велата-то, после успеха в Велата-то, да. Вот. То есть, хочешь в киберспорте все-таки оставаться. На самом деле, много таких людей, надо этим пользоваться. Что именно, как бы, бизнес превращается в киберспорт. Это очень хорошая тенденция. Ну что же, давай потихоньку закругляться. Давай из жизни такой вопрос, я спрошу. Есть ли у тебя любимые фильмы и свои любимые компьютерные игры? Назови. Ну, фильмы, это все части фильма «Форсаж», а из игр только CS GO. Раньше в Доту играл, в 1.6 и все. Так, чтобы в гонке не по спид поигрываю и все. То есть, ты гонщик, гонщик. То есть, ты говорил про отца, что он тебя от гонов в CS засадил. Гонщика сгубили, сгубили CS-ом, гонщика. Скажи, а в Доту сейчас поигрываешь часто? Нет, Доту уже в месяц два вообще, или три даже не заходим. Мешает она, да? Мешает Доту. Да, я полностью решил в нее не играть, так как я лучше поиграю в CS GO. Она много внимания, да, и форму убирает с CS. Это правда, это зло. Много кейсеров в свое время убило Доту. Они при этом в Доте ничего не добились, они начали просто пабы катать, а как кейсеры исчезли. То есть, мне 1.6 многие говорили, что вот момент, когда Дота появилась, именно первая еще. Массово, то там команды разваливались, кучами просто люди уходили с тренировок, начинали папчики катать, и им этого хватало для эмоций. Вот, ну что, ну скажи пару слов от себя, мы уже заканчиваем. Ну, всем привет, кто меня знает, фанаты, если такие есть вообще. Я думаю, появятся, если их нет. Спасибо тебе за интервью. Да не, за что, не за что, CyberFocus. Ну что ж, давай, спасибо тебе, счастливо большое, удачи в команде. И надеюсь, вы многого достигнете. Удачи на нацифиналах, счастливо. Спасибо, пока.